Добрый день, друзья! Вы на канале Прожектор, и с вами его ведущий Руфлан Кубрава. Трансформация бизнес-процессов происходит во всех отраслях экономики, вовлекая в изменение подхода к взаимодействию все сопутствующие процессы. Какие изменения организации и пространства повлекла за собой цифровая трансформация крупнейшего российского нефтехимического холдинга компании Сибур, мы увидим в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, Руфлан. Приветствую. Лев. Дмитрий. Как зародилась идеология появления этого офиса. Какой-то офис надо было создавать, потому что функционально абсолютно новое подразделение. Это и большой штат людей новых, и это специалисты совершенно другой философии, скажем так, в целом. Как бы вот про agile, про scrum многие говорят, и это сейчас такая прям очень популярная вещь, которую там все пытаются внедрять повсеместно. Если ты работал сначала в офисе, ходил в костюме с 9 до 6, как обычно это бывает, ну вот, а потом ты пришел в компанию, которая тебе предложила гибкую методологию, которая не следит, сколько ты работаешь, но ждет от тебя результатов. Главное, чтобы те задачи, которые поставлены, были выполнены. Люди находятся не в рамках какой-то коробки. Людям принципиально важно создавать, собственно, чем мы занимаемся. Количество переговорок и общее пространство, ну, конечно же, оно сделано с пристрелом на функциональность конкретных людей. То есть люди привыкли работать так, с небольшими группами, сидя вместе и так далее. Изначально заказчик понимал, что им нужно трансформировать офис, то есть трансформировать подходы организации рабочего пространства, и они искали компанию, которая смогла бы вот этому вызову дать ответ, создать инновационный офис, который отвечает всем последним тенденциям в дизайне, но при этом еще помогает организовать процессы внутри таким образом, который отвечает современным, наверное, управленческим стратегиям и подходам. У нас есть несколько таких секторов, в которых собраны обычно команды, ну, то есть это как раз по признаку, что они вместе работают над каким-то проектом. Там вот команда наша, мы там делаем узел данных, строим хранилище и прочее. Офис для IT-подразделения, и там, наоборот, была задача поэкспериментировать и не использовать бренд-бук, а создать что-то другое. В этом офисе мы предусмотрели как раз-таки гибкое пространство, в котором команды, они, по-моему, рабочего места, статического, да, как мы привыкли видеть, там есть места для того, чтобы работать не за рабочим местом, то есть очень много гибких пространств, люди могут работать в разных помещениях, там, стоя, сидя, лежа, плюс, конечно же, места отдыха, там, зелень, ну, то есть там комфортное пространство получилось, хотя офис, он очень компактный. Компания Сибур хотела вложиться в этот офис как качество, как идея, как воплощение их современной компанией, поэтому было использовано максимальное количество интересных решений. То есть там нет ни ковровая плитка, там целое ковровое полотно, 12 видов мозаики в этом ковре. Мы посчитали демонтаж за один день, поподали КП, так же, я думаю, что другие компании, которые были участники тендера, и сделали демонтаж за новогодние праздники всего пространства. Это было очень важно для нас, и возвели, опять же, перегородки. То есть это была работа в режиме нон-стоп, довольно авральная, но это позволило нам уложиться в те сроки, это было 2,5 месяца, для того, чтобы не подвести клиента. Каких-то изменений, серьезных не было? Нет, серьезных изменений не было, потому что, как я сказала, довольно понятна архитектура, инженерное проектирование мы сделали под себя сами, и изменений на объекте сложных не было. То есть мы уложились в тот бюджет, который изначально был обозначен заказчиком, и уложились в те решения, которые были предложены архитекторам. Всем сказали, ребята, у нас будет стены, на которых можно писать. Всем, вау, классно. И когда, значит, вот эта стена там одна заполнилась уже, место на ней закончилось, вот, и кому кто-то захотел писать дальше, и перешел на стену, на которой писать не предполагался. Сауна, давайте так, это у нас такая самая большая, наверное, самая большая переговорка, потому что скамеечки, ну, то есть все сидят, как в сауне, нормально приходят, на скамейку такую садятся, и вот так. Первое впечатление было, да, что это очень похоже на сауну. Ну, понятно. Не, никак. Я понимаю, что вы там, в общем, общее собрание делаете. Общее собрание, общее собрание, все, что связано с какой-то активностью, вне работы, допустим, у нас ребята каждый четверг, кино четверги бывает, у нас каждый четверг, там, заказывают пиццу, попкорн, и смотрят фильмы, но в основном, конечно же, это какие-то собрания, там, условно, больше десяти людей. Современные же офисы сейчас очень сильно трансформируются, и это что-то даже уже среднее, это и не дом, но это уже и не офис, знаете, это что-то такое, совсем другое пространство. Важно, чтобы офис и вообще пространство было достаточно комфортным, быть как-то более свободным, мобильным. У нас, кстати, все, наверное, есть для того, чтобы так произошло. То есть у нас есть, например, эти шкафчики, локеры, куда с карточкой, да, здесь можно прийти, оставить какие-то личные вещи, закрыть на ключ, на электронный, и все, и, ну, как бы, пойти сесть на кухню, на пуфики. Да-да, не нравится, надоело работать на стуле, иди на кухню посиди, надоело сидеть на кухне, иди на пуфик посиди, надоело сидеть на пуфике, иди на стульчик посиди, и так далее. Что было самое сложное на проекте? Сложность, наверное, была именно в количестве спецзаказа, и в том, как бы было выстроить правильно график приоритетов. То есть изначально надо было сделать упор на все позиции, либо которые долго идут, потому что там много было материала из Европы. А все два с половиной месяца? Два с половиной месяца. Нам, безусловно, понравился этот проект, потому что он интересный, потому что там наши любимые открытые потолки, потому что нам удалось поработать с «Анди Архитект», которых мы, правда, очень уважаем, профессионалов. Но все равно клиент – это первостепенное. Офис небольшой, а кухня – это суперважно. Она, причем, занимает немного места относительно, то есть довольно компактно. При этом там вот все есть, что нужно. Классно, что есть мойка и посудомойка. Ну, вот что, собственно, то есть, что можно там все вопросы, связанные с посудой, решить, не уходя куда-нибудь. То, как здесь устроено все помещение, как устроены здесь там все же самые переговоры, как определены зоны – это все очень подстегивает. Если бы не было продумано с самого начала, как типа вот архитектурное определенное решение, которое определенная самословая нагрузка определенной функции выполняет, то это могло бы вообще не самое. Офисы в стиле agile становятся все более популярными. Возможности пространства действительно обеспечивают потребности работы команд по гибкой методологии. На мой взгляд, стоимость реализации подобного проекта, зависит, конечно, от используемых материалов и оборудования, начинается от 1000 долларов за квадратный метр. Спасибо, что вы с нами, и до встречи в следующих выпусках на канале Прожектор.